Привет! Меня зовут Илья Демьянов. В этом видео расскажу, как понять, когда вам стоит заниматься постановкой голоса. 7 главных причин. Если вы узнали себя, то добро пожаловать в мою группу по постановке голоса. Причина первая. Вам не хватает дыхания. Обычно на нехватку дыхания жалуются либо люди, которые выступают публично, либо те, кто читают чужой текст. Дикторы и ораторы. Разделим их на две категории. У ораторов так может происходить из-за волнения, у тех, кто читает чужой текст из-за непонимания смысла. Ведь в жизни у нас нет такой проблемы, когда мы общаемся с родителями, друзьями, знакомыми. Нам всегда хватает дыхания. Мы не задумываемся о том, как добрать вдох. Но как только мы берем чужой текст или выступаем публично, так сразу что-то происходит с дыханием. Его вдруг не хватает. Чтобы так не происходило, нужно заниматься дыхательными упражнениями, понимать то, о чем читаешь и вести слушателей по мысли. Вторая причина – это слишком высокий голос. Такая проблема чаще встречается у женских голосов, чем у мужских, но у мужчин тоже бывают высокие голоса. Сам по себе высокий голос – это неплохо. Есть красивые высокие голоса, но когда он звучит зажато, когда чувствуется напряжение в голосе, это начинает раздражать слушателей. Поэтому таким голосам нужно найти середину, научиться пользоваться разными регистрами. Третья причина – это дискомфорт. Любое напряжение в горле, любое неприятное ощущение говорит вам о том, что вы что-то делаете неправильно. Так наше тело нам сообщает, что мы что-то делаем неправильно. Любой комок, любое першение в горле – все это говорит о том, что вам нужно заниматься голосом, научиться владеть дыханием, научиться посылать звук. Четвертая причина – вам не нравится звук своего голоса. Как правило, когда люди слышат свой голос в записи, им не нравится звук собственного голоса. Так происходит, потому что внутри мы слышим вибрации своего тела. На записи же этих вибраций нет, поэтому наш голос звучит выше. Мы привыкли, что звук нашего голоса внутри он красивый, низкий, а оказывается, что он не красивый, не низкий, а может быть даже высокий. Пятая причина – вас не слышат. Вас постоянно переспрашивают о том, что вы сказали. Это неудобно ни вам, ни окружающим. Так происходит от того, что вы чувствуете неуверенность, и эта неуверенность передается через ваш голос. Я не знаю более сексуальные униформы для женщины, придуманные в 60-е годы. Это черный обтягивающий свитер, узкая юбка и обязательно шпилька. Здесь можно либо менять внутреннее состояние, что-то делать с уверенностью, либо начать искать уверенность через звук собственного голоса. То есть менять звук, и ваше внутреннее состояние тоже будет меняться. Шестая причина – монотонность речи. Такие голоса звучат безэмоционально, неинтересно, их скучно слушать. Это связано с тем, что человек боится раскрываться, боится быть эмоциональным. И здесь тоже можно пойти по пути изменения звука голоса. То есть учиться говорить эмоционально и менять свою эмоциональность. Здесь можно работать над темпом, над ударными словами, над паузами. Если все это освоить, то ваша речь будет эмоциональной, яркой и интересной. Седьмая последняя причина – неустойчивость звука. Когда вы общаетесь с человеком, чей звук неустойчив, вы чувствуете себя в самолете, который попал в зону турбулентности. То он говорит тихо, то громко. Только вы привыкаете к громкому звуку, как он переходит на тихий. Если вы так говорите, знайте, что вам нужно работать с регистрами и с резонаторами для того, чтобы звук стал более устойчивым. Сюда же, кстати, можно отнести и темп. Либо слишком медленный, либо слишком быстрый. Здравствуй, дорогой друг. Если вы узнали себя, добро пожаловать в мою группу по постановке голоса ВКонтакте, Телеграме и канал в Ютьюбе. Там я даю упражнения, рассказываю о том, как работать с голосом, какие есть основные ошибки, как нарабатывать полезные голосовые навыки и что делать с зажимами и много-много всего интересного. Меня зовут Илья Демьянов. До следующих уроков. Пока!